Доброе утро, дорогие друзья! В эфире Завтрак в городе Чее. С вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим вкусную, полезную запеканку. Все любят макароны по-флотски. Сегодня я покажу вам интересную замену макаронам по-флотски, где, как правило, фарш жареный, лук жареный. Сегодня мы приготовим из серии правильного питания блюда. И мне кажется, что такой завтрак прекрасно подойдет и мужчине, и детям, и женщинам, которые тратят очень много энергии в течение рабочего дня. Сегодня нам потребуется небольшое количество заранее отваренных макарон. Это могут быть макароны, которые вы ели вчера на ужин, например, осталось небольшое количество, или просто заранее отварить. Буквально 5 минут можно отварить до полготовности, для того, чтобы макароны не размякли, не размокли. В общем-то, кроме макаронов нам потребуется отварная индейка мяса. Естественно, должно быть готовым. Вы можете использовать любое мясо, говядину, которую вы использовали для приготовления борща, например, вчера. Вы можете использовать тушеное мясо, в общем, любое мясо, которое у вас осталось. Также я буду использовать небольшое количество помидоров просто для украшения, естественно, для запеканки, а это будет именно запеканка в микроволновке, которая готовится очень быстро. Буду использовать одно яйцо, добавлю небольшое количество специй, это могут быть разные пряности, это может быть соль, перец, это может быть паприка. Я буду добавлять все вот в эту вот маленькую посудку. Я сюда разбиваю яйцо, для того, чтобы запеканка получилась, необходимо добавить яйцо. Можно добавить сыр, если у вас есть твердый сыр, вы можете его натереть на терке и точно так же отправить вслед за яйцом. Сыр можно выложить и сверху для сырной корочки красивой, хотя в микроволновке вряд ли получится корочка, но, скорее всего, сыр просто расплавится и будет очень приятно тянуться. Далее добавляю небольшое количество черного перца и добавлю небольшое количество карри или куркумы. Можно использовать курицу, индейка сегодня у меня на столе, я предпочитаю использовать легкое мясо на завтрак. Можно, конечно, использовать говядину, но это будет уже более тяжелое, хотя, наверное, и более привычное мясо для макарон по-флотски. Ну, сегодня у нас такая вот импровизация, мяса будет не очень много, я думаю, что вот этого количества будет вполне достаточно. Отправляю туда же. Затем хорошенько все перемешиваю. Я хочу использовать небольшое количество чеснока. Так как в привычном варианте макарон по-флотски, мы зажариваем лучок до золотистой корочки, добавляем, конечно же, в фарш чесночок, но вот сегодня я просто обойдусь небольшим количеством чеснока. Лук добавлять не хочу, жарить я сегодня ничего не буду, а вареный лук, это не так уж и вкусно. Хотя, вот, допустим, чеснок, он никогда не требует обжарки для того, чтобы поделиться своим потрясающим ароматом. Все, это хорошенько перемешиваю. Все это можно делать в большой такой посуде, в большой керамической, например, формочке или в посуде в контейнере для микроволновки. Можно использовать и не микроволновку, а привычный всем духовой шкаф. Сейчас я все разровняю. Придам симпатичную форму. Отрежу пару кружочков помидора, можно еще один. Итак, в таком виде мы отправляем в микроволновку буквально минут на 7. Чем больше блюда, тем больше минуточек нам, естественно, потребуется. Смотрите, главное, чтобы свернулся белок, чтобы приготовилось яйцо, все остальные ингредиенты уже готовы. Поэтому главная задача приготовить именно яйцо, которое сейчас единственное сырое в этом блюде. Ну что, запеканка готова, буквально 5-7 минут прошло. Яйцо приготовилось, пахнет мясом, пахнет карри. Предлагаю подавать такой завтрак с ложечкой сметаны, с чашечкой горячего чая. Отправляйтесь на кухню, готовьте вкусные, полезные завтраки. Желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»!